Предложение, от которого очень сложно отказаться, поступило Павлу Кузнецову еще в 2014 году. Авиаинженер и участник митингов на Болотной попал в разработку из-за своей гражданской активности и связей с оппозицией. Сотрудники Центра Э, так называют Управление по борьбе с экстремизмом МВД, пришли поговорить о перспективах прямо на работу в ОКБ Сухого. С ними был и сотрудник ФСБ по прозвищу Леша Улыбка. Он выслеживает людей на акциях оппозиции. Я зашел в некую переговорную комнату и там увидел, собственно, двух людей. Ну, уже из сети я уже понимал, кто это такие. Так называемый Леша Улыбка, наверное, может, зрители слышали уже о таком легендарном человеке. И с ним был товарищ окопный, которого тогда еще я не очень знал. Вы, наверное, сами понимаете причину нашей беседы с вами здесь. Но я дурачком решил прикидываться. Наверное, не понимаю, вы объясните. Объяснения были убедительными и очень понятными. Если сотрудничать согласно, все будет хорошо. Если нет, увольнение с работы и в перспективе заведения уголовного дела по болотной или по наркотической 228-й статье. Рекомендуем просто с нами сотрудничать. Никаких мы к вам претензий по поводу вашего хобби предъявлять не собираемся. Если вы с нами не отказываетесь сотрудничать, то все будет нормально. Я, естественно, молчу. Но они говорят так и так. Нас, собственно говоря, вы мало интересуете, если будете сотрудничать. Нам, собственно, нужно, что мы боремся с врагами России. Нам нужно, собственно говоря, чтобы вы именно помогали нам этих врагов, собственно, разоблачать. Своих соратников по гражданским протестам Павел врагами Родины признавать отказался. Показания на известного организатора массовых протестных акций Надежду Митюшкину давать тоже не стал. Последствия этого выбора – просьба руководства компании написать заявление на увольнение по собственному желанию. Леша улыбка. Он улыбается этой своей улыбкой фирменной. Он говорит, пока можешь быть свободен, но помни одно, то, что увольнение с предприятия – это будет первая и самая маленькая неприятность в твоей жизни. Если не передумаешь, если не захочешь сотрудничать. Я попал в какой-то, видимо, черный список, по которому просто-напросто мне не положено работать теперь по специальности в авиационной сфере. Сейчас Павел работает курьером. Он доставляет технику покупателям интернет-магазина. Устроиться на работу по специальности Павел – авиационный инженер, не удается. Хотя, по его словам, собеседование и экзамены он проходит успешно. Мне обидно, что у нас такой режим. Мне обидно, что я работаю на должности недоучившегося ПТУшника. Но если бы кто-то спросил, а может быть, если бы все можно было отмотать назад, может быть, все-таки сотрудничать было бы лучше, то, естественно, я бы все равно поступил бы точно так же. Потому что, ну, не знаю, дело в том, что одно дело, конечно, материальное какое-то благополучие, там, я не знаю, социальное благополучие, оно, конечно, в жизни чего-то значит, но если при этом нет какого-то уважения к себе, ну, не знаю, а к чему тогда, собственно говоря, это все материальное благополучие. Субтитры создавал DimaTorzok